Всем привет! Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по созданию вот такой вот прелестной бабочки на однотонном желтом фоне. Она достаточно простая, я думаю, мы ее нарисуем довольно быстро. Для своей работы я использую вот такой вот лист желтой наждачной бумаги зернистостью 320, но в принципе, если вы проведете пальцем, то она довольно такая мелкая. Также нам понадобится черный угольный карандаш, белый мел, возможно, и карандаш любой фирмы Sepia Dark. И совсем небольшая палитра пастельных бумагов. У меня вот тут есть другой кусочек наждачной бумаги, я сейчас на нем покажу, какие цвета я, возможно, буду использовать, может быть, что-то в процессе изменится. Итак, основной цвет у нас будет черный, потом к нему идет темно-коричневый, еще один коричневый, и какой-то светлый или светло-рухо, или светло-коричневый. Для тени, для того, чтобы нашу бабочку положить на плоскость, возможно, будем использовать какой-то из этих коричневый, и вот у меня есть еще такой темно-зеленый лук. Сама бабочка, вот эти части у нее останутся фоном. Для бликов мы будем использовать светло-желтый лимонный цвет, возможно, для каких-то частей, которые мы закроем в просто желтый, вот он по тону совпадает с мышей бумаги, и, возможно, желтый, который на тон отличается от нашей бумаги. В своей работе я использую наждачную бумагу, но, в принципе, ее можно заменить на любую пастельную бумагу желтого цвета. Принцип работы довольно простой. Сейчас я уже угольным карандашом нарисовала силуэт нашей бабочки и выделила основные моменты, которые нам нельзя будет закрашивать, потому что они у нас останутся фоном. Дальше порядок работы будет следующий. Мы начнем с левого крыла, потом перейдем к правому. И да, в самом начале мы сейчас еще с вами сделаем тень сразу для того, чтобы как бы наша бабочка не висела в воздухе, а была на плоскости. Поэтому приступим. Тень мы будем... Сначала наметим ее карандашом Sepia Dark, потом добавим немного зеленого мелка и все это плавно растушуем. Да, еще один важный момент. Предполагается, что свет у нас падает на бабочку сверху, поэтому тень у нас будет падающая, которая будет повторять контуры нашей бабочки, но немножко будет смещена. Поехали. 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 Для того, чтобы растушевать нашу тень, я воспользуюсь вот такой вот бумажной растушевкой. Так как здесь довольно мелкий формат и пальцем это будет сделать не очень удобно. Границы тени растушевываем и делаем их достаточно мягкими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Можно немного усилить тень сразу за крыльями, при этом оставляя мягкую растушевку снизу. Спасибо за просмотр! Теперь можно немного добавить зеленого, также делаем это совсем чуть-чуть и практически возле крыльев, просто чтобы был небольшой оттенок. И также мягко растушевываем. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! И так тень у нас готова! Теперь можем переходить к крылышкам. Теперь переходим к нашему левому крылу. Порядок работы будет следующим. Сейчас мы черным мелком закроем полностью почти все крыло нашей бабочки, отступая только места, которые мы уже заранее обвели. и эти места у нас останутся фоном и мы их практически не будем трогать. Также потом следом мы сделаем таким же образом верхнее крыло. Приступаем! Продолжение следует... Продолжение следует... В Краснодаре мы воспользуемся растушевкой. И очень важный момент. Сейчас мы будем растушевывать по форме скелета крылобалочки. Продолжение следует... Теперь можно попробовать чуть-чуть дотушевать пальцем. Теперь берем темно-коричневый мелок и закрашиваем остальную часть крыла, левого и правого темно-коричневого. Также у нас вот здесь вот есть тоже небольшие коричневые вкрапления, мы их тоже сразу можем обозначить. Продолжение следует... Теперь карандашом Sipia Dark мы сделаем, наметим основные линии скелета крыла бабочки. И чуть-чуть осветлен кончики. Дальше я слегка закрасила часть крыла бабочкой, здесь нет ничего страшного. И сейчас я его желтой пастелью восстановлю. Вот, теперь точно так же этой же пастелью желтого цвета мы ставим пятнышки, которые довольно маленькие, и нам в процессе работы пришлось их закрасить. И то же самое с этой стороны, так как бабочка симметричный объект, нужно постараться сделать эти пятнышки симметричны. Ну вот, верхние крылья у нас готовы. Теперь для того, чтобы в принципе завершить работу над верхом, мы можем сразу светло-желтым мелком поставить блики на верхних крыльях. Теперь переходим к нижним крыльям. Мы видим, что нижнее крыло по тону отличается от верхнего, для этого мы будем использовать светло-коричневый мелок. Точно так же закрашиваем два крыла, оставляя нетронутыми части крыла, которые мы оставили заранее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теперь немного затемним черным мелком местам, где это необходимо. Это будут в основном края крыла. Вот так. Вот так. Вот так. Теперь возьмем самый светлый мелок и сразу обоначиваем все части, которые мы видим на нашей бабочке. Задо. Вот так. Вот так. Важно. Вот так. Вот так. Вот так. Важно-студ... Теперь черным угольным карандашом. Рисуем скелет бабочки в продолжении тех линий, которые мы заранее оставили. И, кстати, им же можно немного подровнять контур, сделать он более четким. Рисуем скелет. То же самое делаем с этой стороны. Да, и, кстати, на верхнем крыле тоже можно немного обозначить вот эти линии. Рисуем скелет. 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 Теперь также нанесем блики светло-желтым белком на нижние крылья. и кое-где можно темно-желтым усилить тень. Рисуем скелет. 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 Чуть-чуть светло-горичневого мелкона добавляем края к нашим желтым частям, там где они есть у нас на нашем референсе. Переходим к нашему брюшку. У нас будет темно-коричневой основой, поэтому закрашиваем целиком темно-коричневую руку, растушевываем и добавляем нюансы. 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 Чёрным угольным карандашом нарисуем усики. Чуть-чуть усилим на конце усики. Обведём брюшку. Кое-где ещё нужно поставить все нить блики. и в принципе ставим подпись. Наша бабочка готова. Специально для Make Art в Art Quartal. Нюансы. 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 С dereчёма. Приятного аппетита.